всем салют рыбачки мы на нашей любимой речухи приехали пожить немножко в наш лесной домик это у нас первый вечер такая разведочка посмотреть какой уровень воды здесь мы с янчиком завтра весь день мы будем здесь ловить пройдем хороший кусочек посмотрим что здесь будет за рыба сейчас конец сентября а потом два дня будем ловить на озере с лодкой пытаться искать судака и щуку там как раз на этом озере нашей избушкой стоит там мы и будем жить янчик хочет проверить свое щучье место вот видите тут такой старинный каменный мост и у моста есть волнорезы и вот у этого волнореза у него рекорд был он поймал трех щук подряд то есть три заброса три щуки около волнореза жалко у него тогда не было камеры я уже снял только то как он выходит с рыбы на берег но сегодня мы янчика снабдили камерой не забывай включать запись да янчик попробую янчик ловит на воблера довольно крупно он рассчитывает на крупную щуку в этой речке много крупной щуки ну по крайней мере летом мы ее ловили есть видео вот есть маленький заливчик у этой речки я его вам позже покажу маленьком заливчики практически в луже 11 щук мы поймали но сейчас напомню конец сентября последние числа может быть все совсем по-другому может быть рыба о щука блин я не знаю в камеру было видно не было не подсек щука была ну значит рыба еще в озеро не поднялась а есть на сорвалась видел все таки работает но зачетно все таки работают старые добрые вертушки видишь ее когда подсекаешь вверх я все-таки на мосту немножко не то получается в реке также водится крупная форель ловили мы ее здесь рель такая под килограмм очень вкусно в этот раз с нами поехал наш товарищ анатолий он по тихой охоте за грибами грибов не знаю я пока так особо не видел боровиков мы правда только-только приехали но не исключено что будут еще и грибы видите речка после переката разделяется вот этим вот островком на тот рукав вот второй рукав и в кустом рукаве за кустом есть ступенька там раз струя вытекает и резкая яма вот вот это вот яма квадратов 100 площади должна не чуть-чуть будем сейчас проверять я не знаю про полоски воблер такой агрессивного цвета но я все дальше буду вертушку пробовать ума а у тебя а у тебя тоже щука включил камеру опусти ниже и небо снимаешь по смотрите ребят у нас у обоих по щуке могут наверно плоскогубцы понадобятся пошли на камушки еще ребята обрыбились сразу дуплет у нас янчиком случился в смысле по рыбе глубина здесь в этой яме около полутора метров я не со щука стояла вот здесь на выходе струи а моя вот тех лапошках попробую еще один раз провести вдруг она там была не одна ну пожалуй это самые маленькие щуки в этом месте да ну а вот и мельница потом подойду поближе покажу здесь такой как бы из нашей ямы бруствер и летом вот бросаешь просто кишат окунь вот так подходишь с камушка вертушку опускаешь она начинает играть по течению хоп есть вытащил дальше опускаешь очень много лета мокрами ну и там вдали вон уже такой разлив там мы тоже попробуем а а красавица щучи это видишь она берет так довольно аккуратно не жадно кончиком рта но метка так янчик я тут спиннинг оставлю да взяла знаешь где вот где струя заканчивается и начинается обратка на самой границе вот этой щуки не большие не удивляйтесь а у я не са тоже ну четвертая уже в залоге и каждая все крупнее и крупнее и поддавит вот это как он бросается тоже на границе струи доем сюда в том же самом месте дорога взяла так не без удара аккуратно в догонку да ну да вот она ложилась ну какая приятная ну зацени отлично супер красота щук мы ребят всегда с этой речки забираем потому что есть такая тенденция на этой реке чем больше щуки чем меньше форели чем меньше щуки чем больше форели а мы хотим чтобы этой речке было больше форели вот смотрите вот лужа лужа да 4 щуки уже а стоим мы тут 15 минут будем пробовать дальше на ужин у нас сегодня рыба с грибами если толик нас не подведет толян смотри не подведи нас ну красота ну не знаю еще раз в эту же струю проводка медленная-медленная такая на грани свала вертушки очень много тут щуки обычно вот но летом она крупная полтора два килограмма а там в нижней заводе куда мы пойдем дальше там уже два три килограмма и вот на центре не стоит стоит именно на границах струй по центру сколько проводили нифига а летом по центру джиг головку ставишь и пошел метелить но попозже когда будем возвращаться с нижнего разлива будем проходить опять эту заводь я в сумерках попробую все же поджиговать дно немножко здесь прощупать может быть может быть мамочка там и стоит я ведь караулит этих таких как мы сейчас с тобой выдрали ну что помнишь летом какие тут удары были ниже струи ну что папа им дальше это тянет впрочем вот сама смотрите журнала сохранились интересная конструкция ну ах ты блин под самый занавес за вертушку выбирал ну парень ты наверно иди погуляй ну ах ты блин поднимайся солнышко близится к закату его смотрите какой большой раскат а там от траве небольшая глубина и тоже держится щука там мы на зацепляйки будем пробовать обязательно там обловим ту траву думаю что то достание есть слушай ну или течение или хорошее было блин пацаны какой же запах лесу такой вечерней свежестью пахнет оставляю эту зала фенчику он сейчас тут будет облавливать и пойду туда дальше зайду за траву стану внизу по течению и буду облавливать на поверхностные приманки ламинатом где-то метр метр двадцать попробую таким образом а я не схочет настырный я ее достану сорвалась только что щука вроде как по ощущениям такая крупная ну знаете как та которая сорвалась она всегда крупнее но вы же все сами знаете вот видите такие травяные протоки однажды в осенью здесь глубина была по щуководке я зашел ну буквально ну по колено может быть даже забросить некуда было маленькая лужа осталась два метра от себя бросил локер сразу же выскочила даже проводку особо не успела сделать но не буду портить место вертушку провозить не буду очень мелко только на локера буду зайдем сейчас туда пониже и вот оттуда начнем прочесывать тот рукав кидаем этот рукав потом пойдем выше кидаем протоки и тогда будем делать обрабатывать звучит красиво правда как на самом деле будет фиг его знает вот вот Продолжение следует... 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 О, слушай. Солидная щита, да? Да. Красота. Молодец. Слушай, а мы с тобой как-то всегда вот эту часть реки недооценивали. Да, есть такое. Ну что, у тебя тоже твич, да? Не, у меня хамсын. Даш? Да, болевой шок. Чисто под языком. Так. Открываем с вратника. А вот этот, ну, который большой. Большой. Этот? Которого две молнии. Да. Там низкий бы. Так. Тоже такая, слушай, близкая к двум килограммам. Может, тоже два. Вот так. Мясо будем здесь кушать. А рыбу будем дома. Дома? Боровичок, ну, старенький. Поднялся обратно выше переката. Вот в эту лужу. Хочу на твич здесь немножко поработать. Янчик пока там зацепился. Отцепляет блесну. Полез там довольно глубоко. А я сейчас немножко здесь на этот твичок поработаю. Посмотрю, может, еще кто-то остался. Куда ты, блин? Колян, докладывай обстановку. Ну, сезон заканчивается. Подосиновики, муховики. Нет, польский, белый. Белый даже есть. Белый. А, да, есть. Еще белый. Ну, там много больших было белых, которые уже все. Нет, Алян, еще это польский. А, даже польский. Ну, что, гарнир есть. Вот это вот. Вот это белый. Да, это белый. Молодец. Ну, уже не сезон. Не сезон. Ну, Янчик, поставь ногу для масштаба. Тут неправая нога. Тут такой 46 размер. По вейдерсам. По вейдерсам, да, точно. Ну что, Янчик, ты доволен? Пойдем топить баню и готовиться к завтрашней рыбалке? Работаем. Да. 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 Вот это делаемчик. Работаем. Работаем. Следующий. Головы резать будем уже внутри. Что ты говоришь? Головы резать уже будем внутри. Головы и кишки, да? Да. А потом решим, которые будем есть и которые будем замораживать. Замораживать. Вот, ребят, озеро, на котором мы будем ловить два дня. После того, как обловим речку дальше. Вот сегодня мы прошли один участок. Пару часов. Два часа мы сегодня ловили, да, Янис? Завтра мы пойдем уже от моста вверх по течению. Хотим попробовать дойти до места впадения речки в это озеро. Вот там, за деревьями, в углу озера она впадает в нее. Там теоретически есть какой-то перекат, дамбочка какая-то. Дно в озере вот такое, каменистое, как и в речке. В речке тоже такое дно. Местами около берега тростничок. И есть система островов. Вот там вдали есть остров. Там еще один остров. Есть у нас лодка. И электромотор с аккумулятором. Ну и, разумеется, взяли мы с собой диппер. Будем смотреть глубину, будем искать рыбу. Ну что, пойдемте покажу вам немножко домик, в котором мы живем здесь. Что там есть и как он обустроен. По дороге с озера поднимаемся в горочку вдоль леса. И здесь у нас беседка. Старенькая уже, замшелая. В беседке у нас вот такое чудо стоит. Такой очаг. Дощатый пол. Такие вот полки дощатые. Окошечки. Есть прибамбасики всякие. Корзина для дров. Спички. Поворотная решетка. Жарить мясо. Кочурка такая. Модно. Ну и, собственно, вытяжка. Дымоход. При желании можно сидеть тусоваться. Выходим из беседки. Идем. И идем. К домику. У домика есть террасочка. Очень удобная. Со столом, стульями. С террасочки выход. Вход в баню. Окошко. Санавесочка. Вешалочки. Переодеваться. Там какая-то растопка. Что тут у нас? Бойлер. Всякие веники. Швабра. Уход в парилку. Парилка. Она же помывочная. Сразу смеситель. Душ. Вот такая вот печка. Хорошая печка. Можно хорошо подбрасывать. И вот такие полки. Окошко есть для проветривания. Вентиляшка. А полки здесь прикольные. Я обнаружил вот что. Сейчас покажу. Вырубаем свет в парилке. Смотрите. Чик. Подсветочка. Так. Чик. Подсветочка. Прикольно сидеть. В полутемноте. И париться. Слушать как горит печка. Ну а заходим дальше в домик. Обычный санузел. Ничего не показывать. Тут у нас Толян. Что-то уже мутит. Что-то мутит что ли? Грибы. Зажарить сейчас буду. Тут у нас пока бардак. Мы только заехали. будем прибираться. Комната. С диваном. На котором буду я спать. Кухонный модуль. Холодос. Раковина. Щуки в раковине. Толик я мис почистил. Надо потрошить. Ну и все остальное. Плита. Вытяжка. Есть печка. Можно утопить. Хотя здесь как бы электрические радиаторы. Ну и комната Толяна. С янчиком. Такая. Похожа на брачную опочивальню. У них есть также шкаф для молодожен. Ну белые вешалочки. Толяныч вы только потише. Но я не возьму. Да. 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 Нет. Никогда не елка по такому рецепту? Нет. Это никогда не елка. Это называется? Нет. В принципе вот такой рецепт для приготовления. Фишн чипс. Нет. По такому рецепту я готовлю. Маслица и грибочки. Как сиплсаус? Сиплсаус, цибуля. Сиплсаус, цибуля. Ну что, ребят, доброе утро. Мы снова на речке, Янчик уже ловит. Пару раз зацепил воблера. Погодка хорошая. Ну как, что-то было? Пойдешь туда, в ямку? Да, наверное. Давай. Я здесь немножко потвичу. И тогда сегодня вверх по течению идем, да? До озера, да? Да. Надо тоже пару разочков закинуть. Так. Так. Я думаю, она там дальше сидит. Вот там. О, видел? Есть. Ух ты. Здесь неплохая. Смотри, как по-первых. Янчик. Янчик. Я сейчас унесу под мост. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ребята, тут надо подумать, как рыбу оттуда вытащить. Ты сможешь леску взять? Ну что? Это называется с добрым утром, да? Передача будильник. Передача будильник. Как работает щучка. Next door. А-а-а-а-а-а-а!.. Какие островыдух? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Какой у меня пассажир Ну что там в траве? Взял, да? На резину без не зацепляйки? У нас эта резина не работает, без груза в течении На бабыке мы можем загрузок откидать Ну или перпендикулярно течению надо тянуть Ну одну взял, да? Одну взял, не надо Ну что, пойдем вверх моста Давай Ну вот как-то так, неплохо началась утречка Две щучки уже есть Одна у меня, одна у Яниса На вчерашних местах Ну и идем вверх По течению речки Будем Хотим дойти до озера Речка Почти на всем протяжении идет через лес Довольно такой густой Правда здесь есть и домики, живут люди Но преимущественно на том берегу А здесь более-менее тихо Сейчас будет небольшой перекатик и заводь Слушай, какие они тут сильные, блин Даже маленькие Которые Которые Какие они тут Они тут Которые Которые Какие они там мимо на вот здесь хорошая кика в коряге уйдет там еще есть что-то это камень красавица это она ударила тебя сначала или там другая еще было показалось что она просто тут рыбы повсюду какая заводь какой разлив большой ночью и тут что-то возьмем он там здесь такая ступенька тут теоретически какая-то глубина будет там стоят отдельные камни в воде попьем и потом сюда такой еще хвост заходит красивое здесь место янчик жду тебя не забрасываю спасибо коллега так садок положим местечко кстати летом тут лопухи росли мимо да перед ступенькой стояла слушай подожди может давай на коперы здесь побалуемся такое место попер на я взял эти дам решили мы поставить поперы потому что такой заливчик хороший немножко надо раз щука клюет хочется нервы немножко себе пощекотать потому что нет ничего красивее чем поклевка на попер ну что газет тем более такое безветренная залать немножко могут листья конечно мешать не исключено правда знаешь что что на попер же он имитирует окуня который чавка и знаешь малька не исключено что на попер сейчас осенью будет плохо потому что окуня нет увидишь здесь сейчас может быть больше шансов на собаку на вокер покер все-таки рыбку имитирует на попер нифига оставим собачку такую и и и и и и и и и вылазит хорошо как довольно таки она опа пошла молодец удалось ей избежать сковороды есть ухты я же там протаскивать глубоко да слушай взаглот как нормально по взрослому вот там ты пробовал ухты хорошая а я там бросал только не меняй интересный смотри а на мой воблер она там не захотела ну вот слушай ничего себе тут залив на лодке можно гонять не перекат такой красивый как думаю что джерих живет если бы я был жерихом жил бы на вот туда куда еще сбросил я был бы большим жерихом на сегодня достаточно сколько у нас там пять шесть штук в общем подловили рыбки недолго мы сегодня гуляли два часа всего вот погодка красота есть конечно тучки на небе но дождя нет и не похоже что будет у нас есть кое-какие дела надо их сделать вечерком может быть зажжем костер беседки посидим немножко там слушай как ее много чисто сейчас по моему самое время для нее видишь уже как бы типа обсыпается как она по латышки бруклина супер как тебе чудительно они отлично просто сейчас рыбки пожарим рыбки пожарим что на лагере мне к сожалению не повезло но мы ему чужой рыбки у тебя это вообще первый раз рыбалка, да? ну в смысле серьезная, да то что с папой на осинку с леской я не буду считать на орешник, наверное не знаю, какой-то палк он срыбил в деревне привязал леску на него и думал тебе удочка в детстве да, какой там детстве ну да летше шесть не было, семь ну поймали что-то козарагу поймали а, козарагу один раз такого бабушка это что-то Ну чё, выглядит жирно, не? Потрясающе. Созьмите, как она разошлась. Смотри, какие мы лохани купили, видишь, то есть жаришь, жир не стекает, но на ложбинках остаётся, а дым по этим подымается. Вкусно. Чё, окушок готов тоже. Смотри, ребрышки трень в сторонку и всё. Вот что огонь заварящий делает. Вот что значит вертушка понравилась. Смотри, как всё прожабилось. Ну, косточки сами отваливаются. Это не чувствуется. О, чесночок прям в тему здесь. Идеальный. Как и яиц с форейной речки. Такой оранжевый. Ага. Ага. Ребятушки. Ребятушки. Акропатушки. Лабрит. Сегодня тишайшая погода. Как раз то, что мы и хотели. Не знаю, как это отразится на рыбалку, но по крайней мере озеро выглядит очень красиво и безветренно. Последние приготовления в лодке. Толян, поехали. Газуй. Как? Там есть ручка. Она, кстати, вытягивается, чтобы тебе было удобней. Вот. И можешь экспериментировать. Например, дай газку немножко на себя. Еще. Вот. Видишь как? А теперь сделай стоп и в другую сторону. Теперь назад едет. Понял? Все. Назад нам ехать не надо. Мы едем вперед. Так. Гудно. Глубина 1,8 метра. Так, Толик, отходим немножко дальше от берега. Нам нужна глубина 3,5 метра. Так, ну что, бровка 3,3 метра. Теперь, Толик, ставь лодку вдоль берега и идем вот так. Двигаемся по этой бровке до той бровки, которая будет на том берегу и потом уходим к острову. Что, скорость надо будет? Примерно 25. Выбери, Толик. Нет, так потихоньку иди. Хорошо ударило. Ах, сорвалось. Блин. Ты видел, кто это был? Окунь здоровенный. Ага. Просто такой огромный черный окунь. Блин. Очень огромный. Посмотри, на что он взял. Е-мое. Ну, я еще так удивился. Удар такой, знаешь, не щучий. На пяти метрах какая-то стая. От нее даже тень в одной идет, прикинь. И глубина 4,5 метра. То, что нам надо. Хорошо в сандалии ловлю. Ну, в траву ушла. Ушла в траву. 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 Ну, что. Как говорится. Добрый вечер. Неплохая, неплохая. Ну что, поздравляю у нас. Будем в воду кидать уже как профессионал через острову проводки подвесном поставляем. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На озере пока так себе, ловим уже пару часов. Один сход, у Анатолия был один сход, и у меня щука. Сейчас решили заплыть в речку. Нифига себе, Янис, тут 5 метров глубины. Да, слушай, и показывает щуку. Да, ну что, пробуем в речке. Довольно симпатично она выглядит. Такая дремучая речка, да? С камнями. А я думал, Янис, что там у меня? Да, тут дергается, не дергается. Я думал, дно цепляю. Видишь, ее из поверхности было видно. Смотри, сколько. Целый кисель, рыбный бульон. В речке мы ничего не поймали. Долго там мы пробыли. Плывем в сторону дома на обед. Надо пообедать. Слабовато у нас сегодня идет рыбалка. Один окунь, одна щука. А после обеда, как покушаем, будем акцентировать, будем делать ставку чисто на троллинг. В принципе, более-менее понятно стало нам, там около домика, какой там рельеф дна. Там есть такая ложбина. Она вот таким ковшом идет вдоль озера. Мы будем по одной бровке идти, по второй бровке. Будем, короче, ловить вдоль этого ковша судака, налима, лосося, бобра, а также утки. Хариус, такого Хариуса. Такого? Ну, может, чуть меньше. Килограмм на 6-7. Старый Хариус невкусный, наверное. Ну, попробуй. Хорошая? Что, мертвая? А, точно, слушай. Как необычно смотреть. Забагрил за бок, что ли? Не знаю. Настанечко сачок. Толик, дай подсак. А, щука. Ты как-то ее за башку поймал. Ну, спасло ее. Молодец. Ну, что, пока даже не дюбает, да? Вот тебе, пожалуйста, наломали на речке, да, рыба? Озеро обиделось. А там, смотри, в речке дальше шлюз есть. Видишь? Этой речкой можно шлюзом озера регулировать. Да. Этой речки. Этой речки. Выйти не хочешь? Туда прогуляться Под перекат Выглядит не плохо Интересно Ну и что, Янчик? Почему не клюет? Потому что ветер сменился на противоположный Реби тут нету больше Все, все уплыло в речку И мы ее выловили? Да Ладно Какой план тогда? В домике? Думаю, новый план Ну давай Надо придумать, как завтра провести день с пользой Я бы хотел подплыть завтра Посмотреть, какие тут есть на берегу ночлежки Ну, эти места для ночевок И заплывем в речку нашу, да? Давай Там, где посмотреть, как она выпадает из озера Погнали Погнали КОНЕЦ 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 Залзи. Ну, руда. Ага. Вот это и интересно. Это и интересно. Интересно, что это. Тут блестит. Очень мягко. Он заваливается. Интересный материал. Первый раз. Залзи. 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 Золото нашли. Никель. Кто знает. Что, Толяк, берем этот камень с собой, не? Да даже сейчас здесь разберем его. Честное. Хе-хе-хе. Дорога. Ну, вы живые? Не живые. Еще ковыряетесь? Живые. Идем обратно. Да. Все. Идем обратно. Захватно. Чуть-чуть вкусно. Ну, а там открытый доступ или там прорывались кордонами? Хе-хе. Хе-хе. Подсюда, значит, не сейчас-то опасно. Да. Ну, не было там такого, что какой-то там обрыв или еще что-то? Там комфортно хоть идти? Только обрыв. Глубоко. А-а. Смотрите, ты ковырь. Ну, короче, потемнуло надо с фонариками очень осторожно, да? Да. Ну что, тогда через часик будете? Через часик будем, да. Ну, давайте. Удалось хоть сколько быть? Ну, что-то есть, да. Ну, давай. Баню натоплю. Баню посмотрим. Да. Блин, пацаны, мне кажется, вы просто граниты набрали. Ха-ха-ха. Ну, ладно, пошли рассматривать. Ну, пластайся. Мне кажется, вот смотри, этот вообще на янтарь похож. Да, это, наверное, самый более интересный. Ну-ка. А, смотри, как он делает. Смотри, прозрачный, желтый. О, это зелененький. Слушай, ну, вот эти, по-моему, на, ну, тоже, смотри, светится немножко. Что-то есть. А вы фонариком вот так, о, смотри. Это то же самое, вот эта зеленая. А вы так проверяли их фонарем? Да. Вот, смотри. Вот их так надо искать, так легче всего. Их и так заметно, да? Когда вокруг все белое, а вот эти зеленые, розовые. Ну, этот прям симпатичный камешек. Да, этот розовый. То есть это такие типа полудрагоценные камни, да? Ну, что-то похожее. Вот у меня 5 центов. Угу. Здесь, когда попал бы. А, 5 центов его царапает. Угу. Значит, это кауцит. То есть мягкий. Мягкий. В принципе, в принципе, камень. Если его можно было поцарапать, ну, не копейкой, а ножом поцарапать, то это был бы флорид. А если нож не царапает, это уже кварц. Кварц уже полудрагоценный камень. А, вот это что? Укрепление медь. Судя по цвету, камень зеленый. Черт его знает. Ну, тут реально железо, согласись. Вот смотри, какой ржавый. Там железо, я думаю, никель. Ну, посмотри, вес какой. Да-да-да, это руда. 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 Угу. Сильно вкус влияет. Старая-то была рыба или молодая? Да. Ну, там миф. Обычно это только говорят про молодую щуку и старую, типа, что старая щука невкусная. Те, кто ни разу старую щуку не поймали большую. Угу. Второй день рыбалки. С лодки. Вчерашний день был не очень успешен. Было поймано две щуки. Или сколько? Две? Две щуки. О, есть! 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 Не знаю, кто. Сейчас увидим. Окунь, наверное. Ага. Трясется. Ой, Янчик. Наконец-то. У нас будут окуни в меню. Смотри. Хороший окунь. Ну, не маленький. Я очень маленький. Наконец-то. Наконец-то. Ох, какой. Зайчик. Ну, вот. Вот, блин. Первый дубль и рыбка решила попасть в фильм. Продолжаем ловить. Вот. Сегодня... Вчера мы тут умничали. Пытались подбирать под глубину воблера. Но озеро нам не знакомо. Карта у нас этих глубин нет. Мы нигде не нашли их. Вот. Поэтому оно такими большими ямами. То есть, плывешь. Вроде все. Ага. Четыре метра. Глубина ставим. Думаем, будем идти около берега по этой четырехметровой кромке. Нет. Потом раз какая-то канава. Метров сразу на десять. И вот никак не найти границы этой канавы. То есть, троллинг на воблеры на незнакомом рельефе. Если рельеф сложный и постоянно меняется. Это такое дело. То есть, либо надо в пол воды троллить. Вот. Но я сделал так сегодня. Поставил вертушку. Вот. И регулирую уже, скажем так, глубину скоростью нашего хода. Начинает чуть-чуть цеплять. Раз немножко добавишь, вертушка выше дна. И таким образом, по крайней мере, может быть, окуня удастся собрать. Не знаю. Сейчас плывем в место, где вытекает речуха, на которой мы ловили предыдущие дни. Хотим посмотреть. Хотим там вылезти. Там есть шлюз. Вылезти. Немножко попробовать на перекате половить, что попадется, то попадется. И заодно мы там вчера заприметили такое классное место для ночевки. Хочется его посмотреть. Может быть, на будущее приехать, заночевать там. Место классное, действительно. Так что продолжаем наш заплыв, ребята. Пошел сильный дождь. И мы решили высадиться как раз в тот домик, про который я вам говорил. Смотрите, как оборудовано. Классно. Это строище такое мощное. На большую компанию рассчитанное. Вот, впрочем, сам домик. Вот такой камень-то стоит красивый. А завтра, пожалуйста, солнышко. Что, Толик? А завтра, пожалуйста, солнышко. Ну, солнышко это не всегда хорошо для рыбалки, да, Янчик? Да. Да? Слушай, ну вид отсюда шикарный, да? Да. Солянышко, иди с кадра. Очень красиво. Кто-то леску оставил. Спать, конечно, здесь не очень комфортно, правда? Без москитной одежды летом. Летом. Да. Сейчас-то нормально. Смотрите, даже дровишки есть с топором. Так, ну что, пойду проверю. Пойду проверю речушку. Дождь чуть-чуть стал слабее. Можно и грибочки собирать. Прогуливаться. Походы устраивать. Хорошее место тут. Хочешь на озере ловить, хочешь на речке. Речка какая-то, канава в нее втекает. Вон там какой каменный бруствер красивый. Вот, собственно, и шлезь. Кто-то тут ловил. Смотрите, коробочка от червей брошена. Ну что ж. Выглядит симпатично. Главное, не поскользнусь на этих скалах. Скалах. Играет площадre. Скоро. Продолжение следует... 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 безрезультатно. Лишь только Янчик поймал маленького окушка. День уже близился к закату, наши соседи зажгли огни в своей уютной землянке и мы отправились домой париться в бане, а также обсуждать почему же клевало на речке и не клевало на озере. Спасибо всем кто досмотрел до этого момента. Вы самые крутые. С вами был Саня, Янчик и Толик. Канал Адвенчерс Бразерс. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok